В областном центре проходят отборочные матчи Дворовой Лиги Футбола. В них участвуют 12 команд. Соревнования посвятили 25-летию независимости страны. Их проводит молодежное крыло Жасатана совместно со студенческим объединением «За будущее Казахстана». За спортивными баталиями наблюдала Ольга Сгоруйко. Спортсмены приветствуют друг друга. За право участвовать в зимней Дворовой Лиге Футбола сразятся две петропавловские команды. В желтой форме – шальки, а в красной – милол. Последние проявили инициативу и первыми открыли счет. Спустя несколько минут были распечатаны и ворота милола. Первый тайм закончился со счетом 1-1. У футболистов есть пара минут, чтобы передохнуть и обговорить тактику второго тайма. Настрой у нас выиграть, конечно. Игра первый тайм выдалась очень напряженным. Турниру мы услышали где-то за две недели. Инициативная группа собралась. Все играем в футбол между собой. И вот собрали команду. В отборочных матчах участвуют 12 команд. Зрителей на трибунах немного. На игры Дворовой Лиги пришел посмотреть полузащитник команды Козелжа РСК Али Алиев. Во-первых, это очень, конечно, хорошо, когда дворовые команды круглый год играют в футбол. Это еще раз говорит о том, что нация на правильном пути, здоровье, в первую очередь, население. Второе, это самое главное, что именно в этих турнирах, наверное, и обнаруживаются таланты. Во втором тайме удача оказалась на стороне команды Шальки. Футболисты забивали один гол за другим. Итог встречи 4-1. Это значит, Шальки проходит в групповой этап. Он начнется в следующие выходные. Отборочные матчи Дворовой Лиги Петролик посвятили празднованию 25-летия независимости нашей страны. Именно лиги в городе нет. Проводятся различные турниры. И мы хотели именно провести этой лиги. Основная цель у нас – это объединить наши команды, районные, городские команды в одну лигу. Прежде всего, для молодых дворовых команд это бесценный опыт. Они могут потягаться силами с самыми именитыми командами нашего города. Заключительный матч отборочного этапа состоится 30 января. За право участвовать в Лиге чемпионов будут бороться команды «Намыс» и «Мамлютка». Ольга Загоруйко, Дмитрий Желтышев. Новости МТРК.